Я Килли Вилли, поставь лайк за 3 секунды, чтобы я тебя похудел. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик Бро в Майнкрафте 1.12.2. На этот раз я буду выживать 10 дней на сиде Килли Вилли, брата Хаги Ваги. Для этого нам надо создать новый мир, конечно же, и назвать его как-нибудь по-прикольному. Ну, я назову как стандартно, Килли Вилли, милый, не, 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 зелёненький пупсик. И это не просто название, которое я взял ниоткуда, потому что Килли Вилли, он всё-таки был изначально зелёненьким. Но потом кое-что с ним произошло, я тебе расскажу сейчас, но давай-ка для начала хотя бы напишем этот сид. И вроде бы он вот так вот пишется, надеюсь, что я не ошибся, Килли Вилли на английском языке. Как я понимаю, всё верно, поэтому можем создавать новый мир. Ну и загружечка пошла сразу же. И что же я ожидаю от этого Сида, давай-ка с тобой поделюсь. Я ожидаю встретить самого Килли Вилли и даже с ним, возможно, посражаться. Вот такие вот пирожки. Ну, в общем-то, это лишь ожидание, а что будет реально происходить, никто не знает. Ну, так вот, что же вообще такое этот Килли Вилли и что он из себя представляет? Как я уже сказал, это брат Хаги-Ваги. И легенда гласит, что это эксперимент, так сказать, после Хаги-Ваги. Второй эксперимент. Получается, это, ну, раз Хаги это 1-0-0-6, то Килли Вилли 1-0-0-7 логично или всё-таки как-то тупо? Я на самом деле не знаю. Но в любом случае, Килли Вилли это такой же эксперимент, как и Хаги-Ваги, только сделанный после Хаги-Ваги, естественно. Эксперимент заключался в том, чтобы создать игрушку, да, вот как Хаги. Ну, вторую, так сказать, уже зелёного цвета. Но прикол в том, что зелёненький Хаги-Ваги угарный получился и, типа, вообще как-то нелепо он смотрелся и над ним все смеялись. Над ним смеялись и решили сжечь, после чего, как бы, он стал чёрненьким, подгорелым Хаги-Вагушкой. Ну и, как понимаешь, цвет именно оттуда и взялся, но при том все вот это, вот его морды, вот это всё было изначально такими, какими и есть после сжигания, понимаешь? То есть он всё равно был таким вот, с такой пастью, ещё пастью в животе. Но самое главное, то что он после этого начал вообще мстить всем, так как он не сгорел полностью. Он просто, так сказать, подгорел, стал чёрным и всё. Вот так получается, как я понимаю. То есть игрушка реально не сгорела, странно на самом-то деле, но вот как оно и есть. В общем-то он решил отомстить и всех начал кромсать, как ты понимаешь. И после чего его заточили глубоко вниз, в заброшенную, а может не, не, просто на фабрику Папе Блейтайм. Ну хотя она потом стала заброшенной, но вот в любом случае его заточили там в оковы. И после этого, как бы, не знаешь, что с ним. Ну просто он там сидит и теперь страшно вообще, что он может в какой-либо, в какой-либо момент появиться. Ну согласись, реально немножечко жутковато, что Килли Вилли придёт за тобой. Особенно на таком замечательном сиде под названием Килли Вилли. В общем-то, какие планы у меня на этот сид? Я вообще на самом деле не знаю, я просто пытаюсь сейчас как-то выживать, что-то делать. Но это кажется каким-то бессмысленным действием, потому что меня всё равно, наверное, сожрёт Килли Вилли. Я всё-таки уверен, что он должен вылезти и просто меня схавать. Хотя кто знает, может он просто заточён где-то в шахте, потому что в Майнкрафте не всё один в один, как в лоре. То есть здесь может как бы и в шахте он быть заточён, потому что фабрики Папи Плейтайм здесь нету. Так он может быть как раз на этой фабрике, которая здесь вдруг внезапно заспавнится. Честно говоря, фиг его знает. Так что мы сейчас это и проверим. За первый день я вообще абсолютно ничего не успел сделать, и это на самом деле печальненько, согласись. Ну, короче, чё будем делать-то? А сейчас луна как бы взошла и типа пипец. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё делать? Я не понимаю. Давай-ка хотя бы печку поставим и пожарим еду. Я спать вообще никак не могу. Это пипец как печально. И мне это как-то... Ну не знаю, блин, смущает. Я не хочу ночью сейчас ещё ходить 12 минут. Но это пипец, это стрёмно. Зомби повсюду. Вон ещё один зомби идёт. Боже мой. О, кстати, он золотой меч мне принёс. Ну, спасибо. Ну и, конечно, с него этот меч не выпал. Спасибо, Майнкрафт. Просто замечательно. Уф, ну хотя бы я наелся. В общем, жарим мясо потихонечку. И всё. Дальше я не знаю, чём не делать. Боже, как я рад дневному свету. Это просто какая-то благодать, понимаешь? Ну, осталось только что-нибудь крутое найти. Например, странные постройки. Вот это бы я очень хотел. Например, ну, как раз лабораторию, где сидит Келевили. Это самое ожидаемое. Вот я реально хочу, чтобы такое произошло. Хотя, блин, конечно, редко бывает что-то такое крутое. Ну, хотя, хотя, может и нередко. Я что-то прямо сейчас вспомнить даже не могу. Ну, в общем-то, пора уже, да, идти как бы. Так, идём. Опа-на. Офигеть, конечно. Ладно, идём вот туда вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здесь проходим вот так потихонечку. Оп-оп-оп. Ну, и здравствуй, деревня. Боже мой, вот это повезло, конечно, вообще. Так, 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 так. Идём быстрее, 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 быстрее. Чё будем делать вообще интересненько? Посмотри, сколько здесь всяких домов. Охренеть, конечно. Ещё и грядочки. Соберём их, пожалуй. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, и здесь тоже, здесь тоже. Так, секундочку. Здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже. Хорош-хорош вообще. Так, смотри, у меня 7 картофеля и так мало пшеницы. Пипец. Показалось? Ладно, проехали. Мне показалось, как будто там кто-то был. Пипец. Бывает же такое. Так, здесь мы собрали. Подожди, у нас здесь... Может, все грядки сразу скопать? И сразу добыть ещё? Картофель есть. Блин, чё-то я не пойму. А морковь где? Моркови нет. Понял, понял, понял. Сейчас мы её обязательно добудем. Я чё-то вообще сейчас растерянный какой-то. Мне показалось там что-то. Ну ладно, блин, просто я такой, типа, пиксель какой-то заметил. И прям, знаешь, испугался. Может, это житель? Стоп, а я сейчас задумался. А жители, они могут на второй этаж подниматься? Ну, вроде как, нет. Слушай, ну тут вообще, походу, дверь закрыта. Там жители-то есть вообще? Дай-ка я попробую тогда вход отдельный сделать, потому что это пипец. Это какой-то закрытый замок. Во, другое дело. Теперь тут в фото хотя бы есть. И да, житель тут есть. Слушай, житель, не можешь продемонстрировать мне? Ты можешь сюда забраться? Ладно, проехали. Мне кажется, реально показалось. Пофиг, бывает. Просто мне часто что-то странное мерещится. О, кстати, жители, привет. Бумага, бумага, бумага. Боже мой, сколько... Слушай, а у них можно изумрудов нафармить. Если, конечно, очень много найти бумажного тростника. Ну, то есть обычного тростника сахарного. И превратить его в бумагу. Если я не ошибаюсь, он так делается из тростника. Так, а здесь у нас... Ну да, такие себе вообще у них продажи. Не, мне вообще это всё не нравится. Подожди, за что он там... Бесконечно. Оооо, вот это имба-книга, конечно. Ну что, располагаемся в этой деревне? Я так думаю, здесь есть вообще кузница? Вроде бы как нет. Ну, конечно, хотелось бы очень. Но мне Майнкрафт прописал фигушки. Ладно, тогда что будем делать-то вообще? Наверное, мы возьмём себе дом какой-нибудь. Например, вот этот вот. Самый такой чистенький. Самый такой свободный. Да, получается так. И здесь даже вход... Не, вход здесь убогий, просто капец. Ну ладно. Жители, давайте расходитесь. Теперь это мой дом. И дайте мне, пожалуйста, хотя бы какую-нибудь кровать. Ну, хотя ладно, фиг они мне что дадут. Эээ, хрен с маслом. О, кстати. Ммм, картошка. А картошку я не против сейчас пожарить. Пипец, конечно. Пока ждал, что пока моя картошка не пожарится, уже началась ночь. Офигеть. Ну ладно, в принципе, второй день, как-никак, это совсем мало. Это совсем не отничтоженные циферки. Поэтому пофигу. Я тут на секунду испугался, что здесь какая-то, какая-то теория заговора. А оказывается, это просто вода и гравий. Представляешь? Ну, реально выглядит какой-то, ну, тотем. Слушай, вот здесь блок выпирающий, здесь блок выпирающий, здесь, здесь. Боже мой. Вы что, меня пугать собрались? Не, это надо проверить. Хотя бы на три блока вниз прокопать. Ну, не, здесь ничего нет. Боже. Идите нафиг с такими страшными пасхалками. Опачки, опачки, сзади. Противный маленький зомби там. Короче, пипец. Картошка, конечно, пожарилась, но не вся. Пофиг вообще. Да и дом вообще мне этот не нужен на самом деле. Поэтому, я думаю, пора отсюда свистать. И вообще, где мне найти чертову кровать? Где все овечки? Только я спросил, где овечки? И вот я их нашел. Совсем недалеко пришлось пройти. Ну, спасибо, теперь-то я счастлив. Уф, мы пережили этот день, и можно ложиться спать. И теперь мы на снежной, так сказать, горе. Куча мобов горят, и это офигенно. Картошечка полный топ, кушается хорошо. И теперь-то мы можем отсюда валить. Наконец-то. Ты кто? Я его точно видел. На этот раз-то я точно видел. Это какой-то чувак. Подожди, я сильно разглядел, но, походу, я видел его. Я видел, я видел. Быстрее бежим за ним. Вон он, вон он, вон он. Стой, стой, козел. Он куда бежит? Ты видишь? Он от меня убегает, черт его, дери. Но я успею догнать его. Быстрее, 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 пока он не сбежал. Черт, походу, я его потеряю уже. Ать, куда-то делся. Ать, ать, ать. Ну, ладно. Блин, только что тут был. Фиг с ним, короче. Я не понимаю, кто это такой, что это. Но, походу, это какой-то ученый, да? Типа того. Может быть. Ну, в принципе, догадка уже у меня есть. Так сказать, ученые, это же очевидно, что они связаны как раз с Келли Вилли. Хотя бы отдаленно. Нет, вообще они связаны напрямую с ним. Потому что они его создали, как бы. Получается, этот ученый, он что-то знает. Мне надо как-нибудь бы его догнать и опросить. Ну, просто это ненормально, то, что он вот так вот делает. Я ходил весь день. Ничего. Абсолютно я ничего не нашел. Ты представь себе, насколько это печально вообще. Я даже не знаю, что мне с этим делать. Это так печально звучит. Прям, ребят. Я нифига... Ты офигела? Стремно. Черт. А, снова этот ученый. Иди сюда, братишка. Ты мне очень нужен. Сейчас-то я точно не упущу шанс. Блин, это вообще-то такая фортуна. Он просто решил мимо пройти. А что он на меня палит? Быстрее, быстрее, быстрее. Стоп, 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 стоп. Ты куда валишь? Так, 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 так. Я что-то не понял. Ты совсем офигел? Стой на месте. Ой, ой, ой. Тихо, где? А, вот он. Так, стой. Стой, я сказал. Ах ты. Так, стоп, стоп, стоп. Я тогда за ним. Здравствуйте. Куда бежим? Что ты делаешь? А-а-а-а. Стоп. Ты офигел? А что он нажал вот сюда? Слушай, а... Работает? О, пропал! Что за бред? Ладно, я сделаю примерно так же. Ой, блин, мне заживало. Эм, бесконечная пустота. Это нормально? Ладно, идем потихонечку. Мне как-то страшно. Что нас там ждет? Черт, я вообще на это не надеялся. Короче, я спать. Утро вечера мудренее. И как бы теперь там хотя бы светло. Кровать с собой брать не буду, уж пофиг. И... Эй, кто-нибудь тут есть? А если я выключу свет? Вдруг вылезет скример? Ну нет, я просто теряюсь. Куда я иду? Боже, я иду уже очень долго. Я практически ничего не вижу. Все настолько тускло, что что впереди не видно. Ну вот я, в общем-то, пришел до того момента, что я вообще ни черта не вижу. Ладно, когда чего-нибудь найду, я обязательно сообщу. Боже, я все еще иду. Ну сколько... Что? Это что такое? Это же сайенсист. Ну, то есть это ученый. И он погиб. Что тут происходит? Офигеть, это какая-то колба. Из нее как будто кто-то выбрался. Ха-ха. Хм, символично, конечно. Хм. А вот туда что ведет вообще? Так. Здесь... Здесь у нас, походу, никого. Вообще никого. Мда. Так, это у нас какие-то непонятные штуки. О! А вот и приятный такой лутецкий. Ну, хотя бы теперь могу сразить Килли Вилли, если он здесь вдруг окажется. А это что? Ломать я ничего не могу. Ну, вообще капец. Вот здесь сундук хотя бы можно залутать. Стрелы, лук. Ну, нормальный такой лутец. Отсюда мы уходим благополучно, я так понимаю. Здесь проползти никак нельзя. Черт, а как выбраться? Погодь, погодь, я вообще не понял. А, ну да, понятно. Скорее всего здесь элементы паркура. Просто вот так вот делаем. Хотя нет, смотри, не получается. Не, не как. Ну, может вот сюда вот забраться. Тихо. Все-таки должно получиться. А, стоп. Еще один ученый. Погодь, а можно мне, пожалуйста, факел? А то я ничего не вижу вообще. Ну, хотя бы сюда заберусь сейчас. И можно дальше в приключения отправляться. Боже мой. Здесь реально что-то плохое случилось. Походу, клоус дрейн. А, мы вырубаем здесь воду. И протечка проходит. И что дальше? Так, ну, я думаю, спрыгивать нужно. Здесь у нас статус хлорины соль. Сэлт, это соль? Не, наверное, нет все-таки. Ну, неважно. Хотя бы попьем водички сейчас. Ууу, балдеж. Водичка мне нужна была. Ну, здесь какие-то специальные загрузочные воронки. Непонятно для чего. Там вода. И как бы туда не пройти никак. Ну, а толку тогда от этого смыва сейчас было? Ладно, пофиг. Идем дальше. Вот нас сюда ведет. И кто у нас тут? Кардридер? Это что? Для карточки? Для карточек каких-то? Непонятно. Так. Камера. Стоп. Рещетка поломалась. Нам надо возвращаться. Блин, а прикольный такой на самом деле седочек. Стоп, я могу ломать? Не. Боже. Ну, нет, туда я не пойду. Страшно. И, кстати, еще один ученый. А, нет. Это, походу, прошлый, который там лежит. Ну, ладно, тогда возвращаемся назад, так как мы дверь открыли. Здесь сундуки тоже не лутаются. Ну, и пофиг на самом деле. Ой, стоп. А мы вот здесь можем пройти, да? А, это еще один ученый. Погодь-ка. Ну, здесь, я так вижу, ничего нет интересного. Поэтому можно идти дальше. Стоп. Куда мы пришли? Так, ну, понятно. Здесь также ничего. Да, назад в любом случае надо возвращаться. Только я не понимаю, как. А, да, конечно же, здесь есть способы вернуться через Лианы. Ну, давай, давай, давай. Быстрее возвращаемся. Нам все равно никуда больше не надо. А, все, я понял, как вернуться. Во-во-во-во-во, мы вернулись в самое начало. И теперь здесь открыт проход, который находится... А где он? Я его потерял. Вот этот, что ли? Подожди-ка, подожди-ка. Это у нас что? Open, close. А, не работает. Понятно, значит, это не та дверь. Во, походу, нашел. Здесь-то и открылось. Идем. О, да-да-да. Это, походу, что-то как будто канализация какая-то. Типа того. Что произошло? Почему меня в той, в канализации отрубило? И я что-то ничего не помню, реально. Что произошло? А что он смотрит? О, боже мой! Стоп, Килли Вилли! Черт, какой он жуткий! Куда он побежал? Стоп. Беги, братан! Он убежал. Боже! А куда вы все? Он ушел! И Килли Вилли ушел! Что происходит? Слушай, а могу выбраться все-таки? Потому что мои вещи, они... Да, нормально все с ними. Мы вообще офигели! Куда все делись? Эх! Надо быстрее бежать хотя бы к этому ученому! Его не убили! А, неужели все снова повторяется? Я не хочу снова идти туда! Зачем-то! Какой в этом вообще смысл? Может тогда все-таки... О, боже! Че трясет? Может вернуться? Боже, боже, боже! Офигеть, как трясет! А-а-а! Что происходит? А-а-а! Уф! Где я? Черт его, дери! Как здесь темно! О, факелы! Подожди-ка, подожди-ка! Че происходит? Почему здесь всякие предметы лежат? Окей, э-а-а... Ладно. Пять факелов, лук и восемь стрел. И при этом железный меч. Давай отсюда как-то пытаться выбираться. Здесь еще что-то лежит. Ой, каменная кирка. То, че не хватало, сразу мне докинули. Кайф, конечно, повезло. Слушай, о, а там... Там... Лианы какие-то странные. Ну, типа, что-то растет. Я сейчас посмотрю даже. Это че, манга? Ну, похоже так-то издалека. Я, на самом деле, не знаю, что это такое. Но давай-ка проверим. И это... Светящиеся ягоды. Серьезно? Ничего себе. А это че за цветок? Э-э-э... Спороцвет. О, классно. Слушай, а... Неплохо здесь. Мне нравится. Так, уже три ягодки. Мне интересно их попробовать. Наверное, они очень вкусные. Но давай-ка мы все-таки отсюда каким-нибудь образом свеляем. Потому что это пипец. Здесь как-то, ну, слишком очень... О, боже. Я наманил эндермена. Ладно, давай-ка мы его сейчас как-нибудь уничтожим. Чтобы он меня не смог. О, нормально. Стоп. Иди сюда, пожалуйста. Ты не должен уходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Спокойно-спокойно-спокойно. Давай-давай-давай сюда. Давай, дотянусь. Я дотянусь. Уф, повезло, что он такой слабенький. Уф, я уже думал, что мне кранты. Ну ладно, выбираемся отсюда по фастику. Надо прямо на природу выйти хотя бы. И посмотреть, где мы находимся. Потому что я вообще ничего не понял. А, так это обычный мир получается. Походу, меня завалило. И я просунулся где-то в непонятном месте. И что теперь делать? Я вот не знаю вообще никак. Так, ладно. Давай-ка мы тогда попытаемся найти все-таки нормальный выход. Который прямо ведет на луку. Потому что сейчас, как ты видишь, я просто скитаюсь и не могу найти ничего. Блин, здесь тоже выбраться нельзя. Ать. Придется, конечно, возвращаться сейчас. Ставить блоки и выбираться по-дормальному. О, кстати, ягодки хочу все-таки съесть. Спор от свет, так сказать, кушать, я так понимаю, нельзя. Но зато... Блин, я, конечно, думал, что эти светящие ягоды, они будут тебе давать способность светиться. Но, к сожалению, такого вот нету. И это печальненько. Ну, ладно, пофиг. Просто забей на эти ягоды. Давай-ка лучше выбираться потихонечку. И вот мы уже на свободе. Ну, подожди, мы вообще куда-то глубоко упали. Тут прям непонятное что-то. Может быть, снаружи будет что-нибудь важное? Так, сейчас надо доломать все-таки. Как-нибудь забраться. О, боже. Я уже устал это делать. Так, вот это вот сломаем. И Келивили. Все-таки он объявится где-нибудь тут. Просто, ну, мы его встретили, в принципе. Но в какой-то непонятной лаборатории. Что за фигня вообще, а? Келивили! Ну, нигде нет, ты посмотри. Вообще. Пусто. Это просто лес. Ну, может быть, какая-нибудь избушка. Где живет Келивили. Или... Там шахта, может? А может, та шахта? Не, ну, возвращаться я уже не буду. Ну, вообще ничего нет. Что за фигня? О, боже. Ты посмотри, что я нашел. Сколько здесь красных цветочков. И они все одного цвета. То есть даже, ну, вот эти синенькие, они, так сказать, чуть-чуть преградили. А остальное заполняет красный цвет. Это выглядит довольно-таки странно. Заметь. Притом, еще здесь снег как бы навалил. И что делать? Мне... Ну, это какой-то знак или все-таки это просто такой вот спавн? Такие вот приколюхи дает нам генерация мира? Ну, да, походу, так и есть. Здесь нечего ловить. Ну, тогда продолжаю свой путь. Я не знаю, сколько мне вообще идти. Но я думаю, очень долго. Долго я шел, чтобы увидеть вот это. Боже мой. Как это эпично выглядит. Ты просто посмотри. Офигеть. Я даже не знаю, у меня нет слов. Это, ну, вся фабрика. Hopi Corporation, так сказать. Здесь парковочка. У меня нет машины, поэтому я не могу здесь запарковаться. Я тупо пришел, так сказать, на фабрику. Не знаю, зачем вообще. Для чего мне это? Наверное, для чего-то. Ну, да. Наверное, Хаги меня сейчас нападет. Такой скажет. Ты типа, что заходишь на мой сид? Точнее, на сид к Хаги-Ваге. Точнее, к Килли-Вилли, к моему брату. Мне Хаги-Ваги скажет. А я такой, типа, ну, ты че? Вообще офигел? Так, ладно, попробуем зайти сейчас. И, как бы, вот так вот, да? Понятненько. Сейчас надо как-то выломать это вообще все. А то я реально... А, вот. Ну и все, я зашел. А, стоп, а вход-то тут. Ой, я дурак. Ладно, приехали. Так, смотрим, че у нас тут вообще есть. Две комнаты. О, пароль. Пароль можно вписать так. Стоп, раз, два, три, четыре. Я до сих пор помню эту комбинацию. Ну, кстати, здесь ничего особенного. Тогда уходим отсюда в ту комнату. А в этой комнате у нас... Хм. Хм-хм-хм. Ну, да, конечно, продающиеся игрушки. Это, короче, буги-бот 100%. Вот это вот... Брон. Может быть, Брон продается? Ну и должна еще какая-то другая игрушка. Я забыл, какая. Подожди-ка. Хаги? Здесь Хаги навряд ли продается. А, не, вполне возможно. Подожди-ка. Че-то я все игрушки забыл из Папе Плейта. А, Кэнди Кэт, конечно, это Кэнди Кэт. Стоямбочки. Все, я всех расшифровал, так сказать. Ну, давай-ка тогда продолжим свое путешествие. Боже, у меня так это... Все светло. Ну, давай-ка... О, поспим. Конечно, поспим. Вот и ночь пережили. Уф, ну че, тогда продолжаем свой путь. Наверное, кровать с собой брать не буду. Хаги здесь нету. Это замечательно. Плейтайм. Тут у нас комнатка. Блин, я уже это видел, да, несколько раз. Поэтому зачем я вообще-то обхожу все? Здесь у нас ничего нового. Ну и фиг с ним. Ну, хотя я на всякий случай осмотрюсь, потому что надо найти Килли Вилли. Вполне возможно, что он где-то может здесь бродить. Ну, пока что, как видишь, безуспешно. Ну, тогда бежим быстрее. В принципе, можно поторопиться. По фастику, по фастику все пройти. Вот тут комнаты нету. Так, секретная. Вдруг секретная комната, где-то пасхалочка. А то, ну, можно реально пропустить внезапно такты. Так, ну, идем дальше, короче. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Мы видим, тут у нас также ничего особенного. Здесь у нас свечи всякие, коробочки. Слушай, а почему здесь глаза? Это глаз? Походу, да. Игрушечный, надеюсь. Боже мой. Так, а может Килли Вилли все-таки что-то здесь намудрил? Ну, как видишь, блин, все равно ничего такого. Я могу даже с лука, ну, потратить стрелы. Вообще пофиг будет. Хотя, ладно, вдруг мы встретим Килли Вилли. Все-таки надо приберечь все припасы. Здесь у нас комната сверху. И также... Блин, а где все кубики? Их даже вставлять здесь некуда. Ну, ладно, тогда идем дальше. Оп. Тихо. Нормально. Упали. Еще клещня там. Ну, как видишь, вообще никого, никаких действий. Я могу спокойно проходить. Я хоть до самого конца сейчас дойду. Мне вообще пофиг. В любой момент я ожидаю, что сзади появится Килли Вилли и по вентиляции поползет за мной очень быстро и соскримирит меня. Но пока что ничего такого не происходит. Ну, и, кстати, вот они капсулы сами, из которых игрушки попадают, чтобы потом вот здесь провестись. Кстати, а я ни разу вот так вот не проходил. Так, смотри, вот сюда везет, везет, везет. Ну, хотя, да, здесь ничего интересного. Понятно, как все проходит. О, кстати, кстати. Килли Вилли тут также нет и никаких пасхалочек. Ага. Ну, ладно, тогда поищем в другом месте. В принципе, у нас еще много территории, где можно что-нибудь найти. Вот, например, вон там. А вдруг Килли Вилли сейчас оттуда вылезет? Или он сверху стоит? Да нет. Так же пусто. Здесь комната закрыта, здесь никого не вылезает. Ну, тогда продолжаем. Прощайте, машинки! Так, смотри, тут, кстати, костер горит. И, в общем-то, я пытался пройти вот сюда, вот смотри. И тут кровать стоит, прикинь? Просто так. Ну, я посплю. Следующий день так быстро дни проходят. Стоп, а почему? Уже ночь была. О, снова день нормальный. Тогда проходим дальше. Здесь у нас что? Не входить. Ну, мы, конечно же, проходим. И это уже долго. Такая вентиляция. Нам по ней ползти тысячу лет. Боже мой. Я сейчас, наверное, состарюсь, пока это буду делать. Ну, влево. Здесь куда поворачивать? Наверное, вот этот проход, как я помню. Здесь такие ребристые проходы, как видишь. Вот сюда вот. Спускаемся. Ну, так же вообще неразбериха полная. Бежим, 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 бежим. Вдруг Хаги-Ваги сзади. Все-таки Хаги-Ваги или Кили-Вилли, я не понимаю просто. Ну, кто меня сегодня, так сказать, убьет? Там, не знаю, нападет на меня. Не, ну, вполне возможно, что мы, знаешь чё? У меня предположение такое. Возможно, что мы идем прямо к Кили-Вилли в подземку. Ну, то есть далеко вниз. Я уже чую его запах. Я уже приближаюсь, походу. Вот здесь вот мы поднимаем. Подожди. Разве сюда? Не, я, конечно, пойду. Да, повезло, я все правильно выбрал. Так. Опа, музычка заиграла. Боже мой. Я боюсь на него смотреть. Черт. Это получилось? Это правда так? Слушай, спускаемся. Осторожненько. Боже мой. Кили-Вилли. Ну, нифига себе. Я, конечно, его не ожидал встретить. Я думал, что никого не будет. Вот так и оказалось. Он вот там внизу, типа, стоит и всё. Мне к нему как-то спрыгивать надо. Или пойти в красную комнату. Хм. Хм. А интересно, а там осталась куколка Поппи? Может, она мне поможет его уничтожить каким-нибудь образом? Куколка Поппи, срочно, срочно, срочно. А вон она сидит, кстати. Так, куколку Поппи я сразу примочу, потому что она всё-таки злая. И как я знаю. На! 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 Стоп, она ещё не погибла. Ну, тогда добьём её, потому что я не хочу это видеть. Кукла, кстати, никак не отвечает. В любом случае, я могу просто её уничтожить и прощай. Теперь это мой трон. Хи-хи-хи. О, кстати, кровать и сундук. О-хо-хо-хо. Офигеть. Подожди. Мне реально положили сейчас столько всего? А за что? За какие такие заслуги? Офигенная броня. Ну, короче, спускаемся прямо к Кили-Вилли. Оп. Так, тихонечко. Со всеми бывает, со всеми бывает. Притом, предметы с меня совсем не выпали, так что вообще плевать. Я могу погибать даже сколько хочу получается. Это, конечно, удивительно, но теперь стало темно. Вот этого я не ожидал. Давай быстрее и ещё один. Пам-па-па-пам. Привет. Опачки, он на меня бежит. Ой-ой. Стоп, а что с ним? Бежим. Он страшный какой-то. Я боюсь к нему подходить. Кстати, музычка, она то начинается, то пропадает. И, кстати... Э, стоп. Что произошло? Почему я так ускорился? Чё? Тихо, 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 тихо. Я ничего не вижу. Что со мной? Кель-Ливилли. Он не убиваемый, что ли? Подожди-ка. Не, ну вполне убиваемый, я думаю. Просто это как-то вообще странно. Он проходит через стенки. Так, быстрее телепортируемся. И... Настрелой. Ещё. Надо вот так вот атаковать его. Короче, я понял. Надо от него эскейпить и потихонечку пытаться попадать стрелами. Но при том, я вот сейчас промазал. Снова нагрелся. Смотри. А если я буду... Не, он реально забагал. Ну, то есть музычка. Но при том, он меня хочет атаковать. А он очень быстрый. Он реально быстрее Хаги-Ваги походу. Ты офигел, братишка? Блин, да посмотри на него. Надеюсь, что я его уничтожу. Так, быстрее. Валим, валим, валим. Тихо, тихо. Снова прокатило. Давай дальше стреляем, в принципе. Я так понимаю, это было всё? Я думал, будет сложнее. Ну ладно, с таким-то армором, с такой-то стрелой я его победил за секунды. В общем-то, были крутые приключения. Это вообще мне понравились. Но, блин, да. Маловато Хаги-Ойкили. Может, ещё Хаги заступиться придёт? Ну ладно, это сит Кили-Вилли, поэтому вполне возможно, что не придёт. Теперь мне надо как-то отсюда вот таким вот образом выбираться потихонечку. Я сразу же идеально закинул. А, нет. А, да. Слушай, да я про. Вот теперь вот туда вот. И сваливаем. Осторожно. Уф. Короче, ладно, я валю. Уф, вот и выход. Ну что ж, мы уничтожили Кили-Вилли сегодня. У меня много всякой фигни происходило. А то меня закидало камнями, так сказать, землетрясение под землёй. В общем-то, да, прикольно было. Надеюсь, тебе понравился этот видос. И эта фабрика. И Кили-Вилли. И ты поставишь лайкусик за это. Подпишешься на мой канал и пиши, с кем 10 дней выживания провести в следующий раз. И, конечно же, не теряй.